здравствуйте люди здравствуйте те немногие люди вас совсем мало на планете земля я обращаюсь к тем кто до сих пор считает что боб делан не умеет петь к удивлению моему такие люди еще есть хотя их немного и вот к ним я обращаюсь впрочем как и ко всем остальным если вы действительно считаете что боб дел не умеет петь то есть в понимании некоторых не умеет вот так вот задирать микрофон вот вот что такое вот делать то наверное да но в общем если вы хотите послушать то что вы называете вокалом я с трудом кстати говоря представляю что это что подразумевается под этим словом бокал в опере я понимаю еще в других областях искусства не очень ну я достаточно тупой что что ничего вот есть замечательная пластинка такая с красивой обложкой называется она the basement tapes песни записанные в бейсмэн то есть в техническом подвале в техническом помещении это двойник вот такой вот красивенький красивенький такой на обложке здесь непосредственно боб делан сидит а за его спиной какие-то мужики совершенно не похожие на рок-музыкантов вот те люди которые на задней стороне обложки вот эти они на рок-музыкантов похоже куда больше куда больше на развороте здесь все в полном составе и странные мужики и люди похожие на рок-музыкантов вот особенно девушка в балетной пачке девушка в индийском костюме и силач бамбула огнеглотатель вот они на рок-музыкантов все похожи а вот эти мужики странные ну согласись согласитесь ну никак просто не тянут на фотографию рок-группы это запись боба делана с группой the band которая была сделана в 1967 году а пластинка вышла в 1975 the basement tapes вот здесь ежели кто хочет услышать как делан поет вокал вот здесь он поет вокал практически чистые интервалы прекрасное владение прекрасное интонирование пение по нотам практически все дела все как надо как учили ну не кричит вот так вот конечно микрофон но спокойно нормально поет а группа вот это вот вот эта вот группа который совершенно не похожа на рок-группу вот это вот это музыканты группа the band точнее собственно группа the band в полном составе с которыми и записана пластинка the basement tapes многие считают группу the band группой сопровождения боба делана и дескать боб делан их вытащил из ниоткуда поехал с ними в тур и благодаря этому они стали известны ну это можно и так конечно трактовать историю рок-музыки мировой и ми и всю мировую культуру но так то так да не совсем так потому что в 67 году вот эта штука была записана и песни эти никто не слышал вот эти версии до 1975 года правда в 75 или 74 75 они записали еще одну пластинку planet waves с бобом деланом но здесь опять таки не группа сопровождения с бобом деланом играет а здесь полноценная рок-группа на вокале в которой присутствует боб делан это разные вещи группа аккомпанемента и группа целая с вокалистом в виде боба делана planet waves отличная штука on a night like this песня знаменитая известно going going gone тот мама третий номер который сметает ритм секции так как я не знаю как никакая группа на завет наверное не не сделает не делала не сделает и и и и и не это настоящий рок такой вот урок с бобом деланом hazel forever young знаменитейшая песня you angel you здесь полный набор хитов очень круто жестко и электрически сыгранных но the band так 67 году с дела нам было записано вот это вот не вышедшая тогда пластинка the basement tapes а в 68 году вышел вот этот изумительный совершенно альбом music from big pink big pink это вот этот самый домик где и происходила запись всей музыки the band music music from big pink тоже да парни совсем не похоже на рок музыкантов вообще не похоже да и музыка у них достаточно необычная музыка у них такая вот представьте себе что группы the beatles не существовало никогда вообще при этом 99 процентов рок-групп включая прогрессив рок не прогрессив рок джаз рок все что угодно так или иначе каким-то боком отталкиваются от музыки the beatles потому что the beatles это корни это корни из которых выросло все дерево современной рок-музыки когда слушайте первый альбом группы the band который вышел в 68 ощущение такое что эти люди никогда beatles не слышали вообще а играют совершенно свою музыку взяли электрические гитары вас барабаны масса других инструментов и заиграли что-то свое я перечислю просто музыка инструменты которыми пользуются артисты гард хатсон играет на органе кларнете фортепиано аккордеоне сопрано тенор и баритон саксофонах и на слайд трубе ричард мануэл прекрасный вокалист мануэль прекрасный вокалист соответственно вокал фортепиано ударные баритон саксофон губная гармошка леван хэлм руководитель коллектива барабанщик вокал лидер вокал один из трех лидер вокалистов этой группы вокал ударные мандолина гитара барабанщик нормально все рик данко вокал бас гитара скрипка и тромбон басист на тромбоне джеймс робби джейм робби робертсон или просто робби робертсон как я привык бы его называть и как он пишет на своих сольных альбомах робби робертсон скромно гитара и инженер это второй альбом the band а первый music from big pink он потряс все человечество входит во все списки всех энциклопедий всех журналов всех критических обзоров и прочего 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 одна из ключевых пластинок всей мировой рок-музыки действительно потому что музыка невероятно оригинально невероятно не похоже ни на что и при этом она корневая совершенно корневая настолько что впитывается людьми любой национальности в любой точке мира все музыка которая идет из народной музыки она всегда отличается от чего-то такого привнесенного чужого когда люди пытаются копировать что-то не свое получается внешне иногда очень похоже и даже очень здорово но если нет того что в генах у исполнителю артиста получается только похоже на музыку но настоящей музыки нет вот это я как-то с годами начал понимать music from big pink the band фолк кантри джаз блюз рок-н-ролл здесь все абсолютно при этом все совершенно по-своему три вокалиста поют не так как вокалисты с чего я начал вот этого вот это этого нет они поют как нормальные люди при этом поют очень здорово поют точно трехголосье интонирование идеально четкая бэк-вокалы такие которых я не слышал ни у кого нигде и никогда потому что люди кричат в бэк-вокалах перекрикивая друг друга разными голосами хрипло кричат все это в нотах все это на местах при этом двухголосье идет там в лидирующей партии одноголовок один голос потом включается второй потом начинается вот эти бэки со всех сторон странные кричащие но не ломающие и не раздражающие как кричат нормальные люди крик здорового человека это называется при этом мелодия при этом удивительное исполнение tears of rage первая песня песни дивана здесь тоже авторство у баба делана нас сыграна the band так что песня фактически принадлежит им они дивану медитативная из ниоткуда выплывающая медленная широкая не то космическая не то из джунглей какая-то такая звучащая музыка очень странная очень красивая и завораживающая и спета как я уже говорил нормальными людьми не вокалистами а нормальными людьми которые очень точно красиво от души от себя поют ноты тянут все в порядке с этим все там есть все хорошо the kingdom come песня робертсона яркая быстро и со странными переходами мелодическими гармоническими не просто рок-н-ролл какой-то а такая закрученная ломаная но очень красивая и на station медленное произведение коледония мишем песню робертсона гитариста но вся построена на клавишах на органе на фортепьяно с хорошими соло очень красивыми и вот с этими фирменными the band of скими голосами переплетающимися кричащими шепчущими квакующими подбывающими и все это гармонично все это в гармонии но и грандиозный хит the weight который кто только не перепевал песня робертсона хит стопроцентный в россии вряд ли его бы разрешили петь потому что он и про иисуса и про еще ряд персонажей библейских и все это так очень легко и весело как бы ну и дальше тоже все в порядке чест фива на второй стороне от мне очень нравится песня пятиминутная тоже песня робертсона очень роковая очень такая рифова с широким рифом мощным тяжелым но здесь нет вот этого перегруза овердрайва вот этого всего вот этого гитаризма рокового его нет вообще здесь и в помине робертсон играет в своей манере хочется сказать лаконично но не лаконично играет ему очень много но не так как все вообще абсолютно своя манера это просто надо слушать и погружаться но я предупреждаю что музыка не похожа на рок-музыку при этом это тысячи процентная рок-музыка понятная проникающая в сердце не побоюсь этого банального выражения в душу в мозг и просто уже от нее не отвязаться никогда но кстати говоря мне больше нравится второй альбом несмотря на то что music from big pink патриот все человечество и все его любят обожают я его тоже люблю обожаю но больше мне нравится второй альбом который просто называется the band здесь песня рэк мама рэк робертсона тоже 2 на первой стороне она сразу просто вот рэк мама рэк и это не просто как я вот сейчас изобразил рэк мама рэк она сложная тоже из нескольких частей так как и джоу бон песня на второй стороне раз два три четвертая на второй стороне вот она из нескольких частей просто какой-то хочется сказать арт-рок но не арт-рок совершенно а американский корневой народный электрический тяжелый в меру рок очень красиво спеты вообще из пластинок the band любимую мне очень сложно найти когда-то я считал что моя любимая это кахуц вот это произведение она наверное наиболее точная но всего того точное что в группе был ряд конфликтов в этот момент и во время записи альбома группа ни разу не собиралась вместе в полном составе писали по треково может быть поэтому она получилась очень точный и как-то так она на меня попала 1 когда я услышал the band я вот начал с этого альбом как круто они играют как здорово но взаимодействие вот эта чудесная магия музыкальная она здесь еще присутствует несмотря на то что по трековая запись что кого-то на записи не был он потом пришел дописал собственно говоря белый альбом beatles та же самая история магия еще осталось но какой-то такой нехороший профессионализм уже появился ну тем не менее все здорово в общем the band просто надо слушать действительно великая группа великая группа это я показываю предпоследний альбом который уж совсем профессионально совсем профессиональный а то что было то что отличает эту группу наверное больше всего в музыке the band нет единого такого единой пачки такой единого монолитного какого-то давления она состоит словно бы из кирпичиков каждая песня из кирпичиков или из бревен из которых складывается домик the band все песни так выстроены послушайте там там нет такого джиг там все вот так вот из из небольших частей и барабану так играют барабанщик левенхельм адский просто адский удар невероятно сильный мощный такой что я пойду и пить буду сейчас за него пока